Состоялся самый большой обмен с заключенными со времен Второй мировой войны, политзаключенные российские на свободе в том числе, но не только они. Как вам встреча в аэропорту? Я сейчас в первую очередь хотела бы спросить вас, как вам встреча Владимира Путина и того, кого он освободил, одного из тех, кого он освободил. Вот это здорово и объятие с киллером. Ну, что можно сказать. Какая страна такие герои, того и встречает. Если мир встречает журналистов, политиков, ярких людей, талантливых и прочее, которые совершенно никакого преступления не совершали, то Путин встречает шпионов и даже наёмных убийц на их государствах террористов. Это говорит о разнице в подходах и вообще всей моральной основе кремлёвской власти. Она аморальна полностью, она абсолютно цинична, безнравственна и так далее и тому подобное. Я пытаюсь камеру зафиксировать, чтобы она не падала. Ну, всё хорошо. Вас хорошо видим. Вот. Поэтому что можно сказать. Путин единственное, мне показалось, что Красикову всё-таки не прижал к сильной груди, не облабазал его. Вот. Может, я ошибаюсь, может, я что-то не увидел, может, это было там за кадром. Какой-то там парень спускался, увидел, что его снимают, там начал прятаться. Но я понимаю, что, наверное, кто-то из команды, которая сопровождала вот всё это, что прилетело в Шереметьево. Или куда там в Шереметьево, да, по-моему. Во Внуково, кажется. Ну, неважно. Во Внуково, да, во Внуково, да, может быть, во Внуково. Потому что это не имеет значения никакого. Вот это всё прилетело самолётом, который сопровождали, там, видим, сотрудники спецслужб, которые не хотели, чтобы их видели. Вот. Но мне показалось, что Красикову он не обнимал нежно. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Может, он его там отдельно облабазал. И тут же, так сказать, достав из кармана звезду Героя России, повесил ему на грудь. Он же сказал, что всех наградит. Что все герои, все молодцы, правильно выполнили задание, убили человека на глазах всего мира, всей Германии. И теперь за это его будут награждать. Вот театр абсурда. Театр кровавого абсурда. Но разве разведчиков, проваливших задание, в данном случае, раз уж их поймали, то можно, наверное, говорить о том, что они, вероятно, провалили задание. Хотя бы одно из заданий, которые были им даны. Разве это солидно, встречать их с цветами и позже еще представлять государственным наградам? Ну, разведчиков, ладно. Разведчиков, давайте выведем за скобки. Они все-таки там выполняли задание, они там давали присягу и так далее и тому подобное. Даже если они провалили задание, такое бывает. Вот казаки-разбойники не всегда заканчиваются победой одних или других. Поэтому здесь еще можно списать это все на издержки разведывательной работы. Обычно при обмене разведчиков встречаю свое руководство, жалую им руку, проводил и так далее. Да, Геннадий Гудков пока исчез, но мы надеемся, что в ближайшие секунды вновь появится, да. Геннадий Владимирович выдал на расхват, судя по всему, но... Ну, вот, к сожалению, да, вот так. Поэтому обычно встречало руководство разведки. Без почетного караула. Абсолютно. Это было не публично. И дальше продолжался там разбор полета и действия. Да, их никто, конечно, не наказывал, вот, если там они совершили каких-то чудовищных, умышленных ошибок. Но ведь Путин встречал не только разведчиков или там шпионов. Он встречал хакеров, встречал людей, которые там занимались хищением денег, вскрытием систем. Он встречал заказного убийца, заказного государственного террориста. Это говорит о самом Путине. Кто такой Путин, да. Скажи мне, кто твой друг, я тебе скажу, кто ты. А Путин является военным преступником, Путин является убийцей. И что там, конечно, он своих встречал. Даже разведчики он были не свои. А вот Крайского был свой. Крайского был свой, потому что Путин такой же. Вот поэтому он что может сказать за печальное и грустное зрелище. Деградация страны, до которой деградация, до печального и грустного зрелища довел человек, который узурпировал, захватил власть и удерживает ее уже больше четверти века. Печальное, грустное, но, тем не менее, это факт. И с этим фактом надо что-то делать. Мировой цивилизации. Пока еще не поздно. Может быть, уже и поздно, хотя я думаю, что еще нет. А поздно будет тогда, когда это, что сидит в Кремле, может начать ядерную войну. Бильд опубликовал информацию о том, что Вадим Красиков мог участвовать, по их данным, в убийстве Анатолия Собчака. Об этом предполагают западные спецслужбы. И Бильд такую информацию опубликовал вчера. Что скажете по этому поводу? Ознакомились с этим? Ну, это предположение, да, это предположение. Действительно, я не понаслышке знаю о мнении семьи Собчака и его супруга, и, по-моему, дочь. Они считают, что отца убили. Вот, мужа убили. И помогли ему уйти на тот свет. Кто это мог сделать, сложно сказать. Кто был в этом заинтересован, ну, тут могут быть разные версии. Это, конечно, предположение. Они опираются в Бильдии на то, что Путин и Красиков были знакомы по Питеру раньше. Или могли быть знакомы. По-моему, они так делают вывод. Ну, это, в общем, пока предположение, которое требует очень многих доказательств. Но мы вряд ли их получим, потому что это сейчас человек оставляет о себе очень много электронных следов. А тогда, когда это произошло там в начале 90-х, да, в начале 90-х, или в середине 90-х, тогда этого ничего не было. Поэтому сейчас будет крайне сложно. Может быть, даже и невозможно расследовать, пока не будут открыты архивы, пока не сменится режим, пока не начнутся процессы, пока не начнут давать показания люди, которые могут знать это и могут быть к этому причастны. Но это предположение, которое, в общем, пока, ну, скажем так, не подтверждено каким-либо доказательством. Такое может быть, но такого может и не быть. Ну вот, не знаю, возможно, это такая ложка дегтя, но, тем не менее, в этом радостном для оппозиции, безусловно, событии. Что касается того, как отреагировали немецкие исследователи, например, ведь это вызвало большой резонанс, и Олаф Шольц сказал, что нелегко принималось это решение о том, чтобы выпустить, обменять на Красикова. И пишут, в частности, вот у Виктора Шендеровича в комментариях, я просто нашла, он там активно обсуждал тоже эту тему, пишут некоторые пользователи Фейсбука, благодаря Карамурзе и Яшину компании повыпускали таких, как Красиков, и так далее. То есть, там вот пошел такой нарратив. Что скажете об этом? О том, что действительно политзаключенные на свободе справедливо, как нам кажется, но на свободе также и убийца? Ну да, это ложка дегтя, которая портит эту бочку меда. Конечно, абсолютно тут говорить о том, что вот таких-то обменяли и таких. Должны все быть на свободе. Все политзаключенные России должны быть на свободе. Вот настоящий обмен заключенных, политзаключенных, должен заключаться в том, чтобы отпустить всех политзаключенных, а на их место посадить тех, кто действительно нуждается в тюремном заключении. Вот те, кто сейчас сидит в Кремле, в правительстве, в различных инстанциях и так далее, вот их туда надо сажать. Это был бы радикальный и правильный, и честный обмен заключенными. Но, значит, то, что ребята на свободе, политзаключенные наши, мы очень рады, мы желаем им нормальной, спокойной жизни, привести себя в порядок, кому необходимо заняться здоровьем и отремонтировать его, и вернуться в строй. Я думаю, что они так это и сделают. Поэтому их, за них мы можем только радоваться и поздравлять их, и испытывать положительные эмоции. Действительно, это праздник. Он, конечно, со слезами на глазах, безусловно, по многим причинам, потому что очень много людей осталось в тюрьмах. Люди, которые там находятся в тяжелом состоянии здоровья, люди, которые, в общем-то, совершенно не причастны. Ну, там, допустим, Евгений Беркович. Вот, она не видит своих детей, и мы прекрасно понимаем, что это просто чья-то гнусная месть, кремлевская месть за даже, я даже не знаю, за что. Если государство награждает эту художественную работу медальными орденами и наградами, а потом за этого человек сажает, это вообще, конечно, выдающаяся подлость, которой там нет названий, кроме как, переходя на народный русский язык. Вот, что касается, да, конечно, все должны быть освобождены. Безусловно, проблема с Крайсиком существует. Я могу сказать, что когда начались переговоры по обмену, и там в этом списке, безусловно, был Алексей Навальный, но они такие были, в общие переговоры по обмену до Германии за упряменность. С ним же обратились в Соединенные Штаты Америки. Это еще было до смерти, конечно, Навального. Но Германия отказала. Я это точно знаю, потому что я это знаю от должностных лиц Германии. Они отказали, что типа мы убийцы на политических не меняем. Он получил пожизненное заключение. А еще они добавили, что там к кому же нет наших граждан. Видимо, эта информация дошла не только до меня, но и до Кремля. И они предприняли попытку через Лукашенко не только арестовать граждан Германии, но еще и приговорить одного из них к смертной казни. И тут, конечно, Германия выкинула белый флаг. Она не хотела отдавать Красику, потому что это несовместимо. Убийство, публичное убийство в центре Берлина, в парке, политическое убийство. Человек, который там служил, вымпел и приехал в Германию именно с этой целью, по подложенным документам. Они не хотели его отпускать. Но вот их додавили попыткой, вернее, угрозой. Путин это сделал не сам, а через Лукашенко. Угрозой, значит, убийства немецкого гражданина в тюрьмах Беларуси. Вот, собственно говоря, к чему Германия дрогнула. И понятно, что в Германии это получает неоднозначную огласку и оценку. На самом деле, действительно, индульгенция на убийство открыта. То есть, человек, который совершает публичное, циничное убийство, который является актом государственного террора, давайте по-честному говорить, давайте танцевать вещи, юридическим языком, это акт гостерора, которым занимается Путин. И, естественно, в этом смысле это та самая ложка дёгти, которая портит эту бочку мёда, меняет её вкус. Но мы всё равно не имеем права никакого сомневаться в правильности, справедливости, освобождении наших товарищей и вообще тех политзаключённых, тех заложников, которые оказались в лапах кровавого путинского режима. Это очень хорошо, что это такое событие произошло. И мы очень рады за этих людей, что они обрели свободу и возможность нормально жить. Ведь изначально Мария Певчих, которая вместе с Христо Грозевым, они присутствовали на встрече вчера в Кёльне, политзаключённых, как раз она говорила в интервью о том, что Алексея Навального, изначально этот обмен был сделан под Алексея Навального. Это не так. Значит, первоначально, вообще надо понимать, что первоначально главным инструментом, главной силой движущей вот этого процесса была, безусловно, администрация США, власти Соединённых Штатов Америки. И главным действующим лицом там были граждане Соединённых Штатов Америки. Если бы их там не было, то разговор был бы совершенно другим и по-другому он бы шёл. Но к ним, безусловно, в этот список освобождаемых заложников, арестованных Путиным специально, как обменный фонд, был включён Алексей Навальный. Это правда. И он не был там главным, но он был там важным элементом вот этого обмена. И было одно из совещаний в Кремле, до нас дошла эта информация, где обсуждались вообще все эти вещи, в том числе судьба Навального. И Золотову Бастрыкину заявили президенту, и мы тогда не понимали смысла этого заявления, что Навальный никогда не покинет тюрьмы. Типа Владимир Владимирович Волосе, никогда Алексей Навальный тюрьмы не покинет. И мы-то восприняли это как, ну, различные пролонгации срока, новые уголовные дела, там ещё что-то, 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 что они не будут готовы к обмену. На самом деле, видимо, тогда уже речь шла, и они замыслили его убийство, чтобы исключить из списка. Потому что Путин не хотел отпускать Навального, и искал, как бы это сделать. И вот его подчинённые, видимо, поняв это, они организовали убийство Навального в колонии. Да, Навальный должен был быть в этом списке, он должен был быть сегодня на свободе. Я понимаю, что сегодня с огромной радостью и одновременно с связанием на глазах горечью, в первую очередь, этот обмен видит Юлия Навальная, потому что она должна была увидеть сегодня бы, а может, ещё даже раньше своего мужа, но, вы знаете, историю назад невозможно вернуть. Алексей Навальный был убит в тюрьме, и я думаю, что он был убит именно по этой причине, что они были готовы менять кого угодно, кроме самого Алексея Навального. Вот, поэтому, ну, вот, объективно, ещё раз подчеркиваю, что если бы не было в этом списке граждан США и потом уже появившихся там граждан Германии, и если бы не было там ареста различных там шпионов, хакеров и так далее, которых собрали там по всему цивилизованному сообществу, этого обмена бы не состоялось. Да, мне, я искренне, конечно, скорблю, что нет там Алексея Навального в этом списке, но вот просто переговоры шли примерно вот так. Они шли вот примерно так, и, конечно, безусловно, все, кто участвовал в этом, и там ФБК, и другие политики, и прочее, все вели переговоры, все вели консультации, но главное решение, конечно, принимали власти США и Германии. Это ключевые игроки этого обмена. Но все те, кто содействовал, способствовал формированию списка, пониманию важности, значимости этого процесса, они, конечно, молодцы, и, безусловно, тоже заслуживают похвалы и поддержки. Путин в глазах Запада теперь стал более договороспособным? Ну, я не думаю. Дело в том, что, я думаю, что тут я не открываю какой-то секрет большого. Переговоры об обмене пленных, об обмене телами убитых, они не прекращались, они идут, они идут через арабские страны, которые являются посредниками в этом процессе. Там есть группа людей, которые в этом участвуют. Там решаются вопросы, гуманитарные вопросы какие-то решаются. То есть здесь вот то, что состоялось на политическом уровне, по-моему, пока ничего не меняет. Для Путина это важно. Путин показал, что он не бросает тех, кого он посылает на преступления, а на преступления он посылает многих. Это не только Красиков ему подобно, это вагнеровцы, которые орудуют, творят зло и криминал по всему миру, по всей Африке, по Ближнему Востоку и так далее. Путин показал, что он не бросает вот этих преступников, дает им возможность свободы и даже наград государственных, и даже там продвижение в какую-то, так называемую, путинскую элитку. Вот. Он же заявил, что будет всех награждать. Значит, и Красиков будет награжден. За что? За убийство. Поэтому все поняли, что те, кто еще вчера сомневался, что это выполняет преступный приказ, что преступный приказ выполнять можно, если там есть определенные мотивации, финансовые, денежные, что тебя все равно будут оттуда вытаскивать. Это негативный момент, который говорит о том, что активизация криминальной деятельности путинских структур, она произойдет в самое ближайшее время. Или уже произошла. Ну, что тут делать? Вот таковы были условия, такова была реальная ситуация. И Запад принял решение пойти на этот компромисс, для того, чтобы спасти своих граждан, и заодно освободить важных, значимых лидеров, скажем так, российской оппозиции, чтобы они оказались на свободе вне пределов России. Вот это и произошло.